напишите что все нормально замечательно спасибо александр сегодня у нас продолжение серии наших антикризисных вебинаров и у нас для вас очень интересный гость сегодня хочу напомнить что это уже третий вебинар серии антикризисных вебинаров гостем нашим сегодня будет руководитель школы продаж ирина шашина она провела в апреле замечательный прекрасный вебинар о том как сделать аудит своей клиентской базы как сделать аудит своего бизнеса как понять кто у вас компании продает а сегодня мы вам расскажем как это сделать как продавать и раскроем вам секреты продающей презентации хочу напомнить что в серию антикризисных вебинаров кроме того той школы который мы вам хотим дать по продажам входят еще онлайн-продвижение и в апреле месяце у нас проходил вебинар по онлайн-продвижению который вела digital директор анна и патова агентство лаборатории трендов а записи вебинаров и ирины и у нас есть на ютюбе поэтому пишите обязательно нам а мы вам пришлем ссылки я хочу попросить вас обязательно задавать вопросы во время вебинара если у вас вопросы появятся после вы подумаете какие проблемы у вас или попробуйте реализовать те инструменты которые мы вам предложили пишите обязательно нам и мы обязательно свяжемся с ириной для того чтобы она ответила на возникающие вопросы итак я передаю слово ирине шашиной и сегодня мы раскроем вам правила секретные правила продающей презентации расскажем как завевать доверие клиента и общаться с ним на языке ценностей спасибо передаю слово ирине доброе утро всем доброе утро рада вас снова приветствовать пожалуйста дайте мне знать видно ли меня и слышно ли все ли хорошо могу ли я продолжать видно и слышно спасибо александр большое за вашу поддержку да или итак ну что да действительно у нас спасибо колен действительно у нас сегодня тема как презентовать новый продукт как говорить с клиентом на языке его ценности его потребностей мы сегодня разберем ключевые моменты которые важны при продающей презентации для того чтобы ваша презентация любого вашего продукта ваши услуги была прям яблочко прям самую цель конечно же у нас есть заявленная тема и мы будем двигаться с вами по определенному маршруту сегодня я также буду рада ответить на ваши вопросы если они будут давайте оставим их на завершение нашей встречи и обязательно на них отвечу если таковые будут ну что хочу пожелать вам хорошего настроения и легкого доступного вебинара пусть он будет интересным и полезным для вас и начнем мы с вами прежде всего с известной фразы роберта боша да с чего хотела начать сегодняшнюю встречу роберт боша известный предприниматель бизнес деятель который создал невероятно сильную компанию он всегда говорил что лучше потерять деньги чем потерять доверие клиента и наверняка вы с этим согласитесь потому что это действительно так мы сами являемся с вами покупателями пользователями каких-то услуг или товаров и зачастую продажа существует покупка нами осуществляется именно там где кому мы доверяем это может быть доверие к человеку непосредственно к продавцу тот кто продает услугу или продукт это может быть доверие компании который зарекомендовала себя как надежно но всегда это через доверие поэтому мы затрагиваем сегодня тему как же вызвать доверие как создать это доверие чтобы у нас покупали больше чаще и с большим с большим удовольствием я надеюсь эта фраза вам запомнится и вы всегда будете придерживаться именно ее потому что действительно очень важно отслеживать моменты насколько доверяет нам наш покупатель а еще раз представлюсь меня зовут ирина шашина опыт у меня в продаже больше 20 лет и в том числе в бьюти индустрии я продавала косметику продавала медицинское оборудование связанное с красотой до в компании цептор и я готова делиться с вами своими наработками своими секретами которые работают у меня я больше шести лет тренирую провожу тренинги обучающие уже больше 1200 человек прошли мое только оффлайн обучение если не считать онлайн да где уже сейчас я даже не могу сосчитать сколько человек и обычно после моего обучения рост продаж составляет 20-300 процентов это когда участники тренингов участники вебинаров не просто послушают не просто узнают а идут и применяют эти действия я надеюсь что вы тоже это сделаете и получите свой прирост продажа когда будете работать со своим покупателем и абсолютно в этом уверена что так она и будет если вы будете применять практике ну то что говорят обо мне клиенты уже елена сказала то немножко я не буду об этом зацикливается ваше внимание отнимать это время если нужно будет вы меня пожалуйста спросите я вам отвечу полной мере и так как же доверие клиента влияет на наши продажи ну вот мне бы хотелось конечно услышать ваше мнение насколько процентов может быть доверие действительно влияет на как на количество ваших продаж я не вижу сколько нас участников и если вы мне дадите какую-то обратную связь и я буду вам за это благодарна да вот вижу галину точно вижу ксению вижу пожалуйста если вы не слышите на сто процентов татьяна володина танечка конечно да на сто процентов действительно именно через доверие происходит продажи и вы наверняка слышали такую формулировку что сначала мы продаем себя потом мы продаем свою компанию и только после этого мы продаем свой продукт именно так выстраивается доверие у нашего покупателя и у нас когда мы выступаем в их роли мы сначала продаем себя а затем наша задача продать компанию убедить нашего покупателя нашего клиента что он действительно в надежных руках надежной компании и только после этого он начинает пользоваться нашим продуктом и тоже проникается к нему доверие а вот такая не хитрая до такая цепочка вот этих касаний которые происходят с нашим клиентом она и как на разных этапах мы должны должны действительно должны научиться вызывать у него доверие также она создается все очень просто на самом деле и ничего нового я вам сегодня не открою до какую-то новую планету или новое какое-то видение все очень просто мы просто затронем важные ключевые моменты итак первое касание с покупателя даст нашим клиентам да будем его называть так все время это персонал персонал с которым он встречается это персонал который берет трубку телефона когда клиент звонит данном салон нашу компанию это персонал который его встречает на входе это персонал который рассказывает про услуги то есть производит первичный какой-то консультацию это непосредственно персонал который проводит к процедуры здесь очень важно чтобы предперсонал вызывал доверие у нашего клиента как это делать через внешний вид а мы с вами знаем что есть вербальное до общения есть невербальные и именно в продажах услуг продажах товаров невербальное общение имеет значение на 60 процентов то есть если там 40 процентов это вербалика то 60 процентов это невербалика кто-то заявляет что это еще больше поэтому очень важно уделять внимание внешнему виду взглядом эмоции улыбка то есть все что считывается подсознательно неосознанно человеком очень важно об этом позаботиться конечно же профессионализм который демонстрирует персонал является очень важным моментом и здесь главное не перегнуть иногда профессионализм зашкаливает и персонал начинает разговаривать с клиентом на каком-то птичьем языке совершенно непонятным для нашего клиента так вот наша задача всегда понимать понимает ли нас наш клиент наша задача говорить ему о своих продуктах или об услугах так чтобы для него было все предельно понятно то есть если человек хорошо ориентирован какой-то терминологии мы это очень быстро считываем и конечно же мы равняемся на него и можем с ним тоже говорить на языке терминологии зная что он нас действительно понимает а если он сам врач если он просто подкованный человек который глубоко разбирается вашей специфики до таких клиентов тоже такие тоже есть которые прям глубоко разбираются читают интересуются и очень детально все изучают так вот наша задача демонстрировать свой профессионализм только на понятном для клиента языке если нужно на простом значит мы объясняем на простом если нужно на профессиональном значит на профессиональном когда перед когда вы допустим молодая девушка перед вами взрослая женщина прошедшая клиента время веду прошедшая большой жизненный опыт и она очень много знает давно пользуется услугами косметолога и все очень подковано в этом то конечно если вы молодая девушка вам нужно демонстрировать свой профессионализм здесь вы вправе воспользоваться терминологии которая позволит это продемонстрировать но будьте внимательны чтобы это не было через чур да чтобы это было понятно я всегда так говорю нужно объяснить человеку так чтобы поняла вот как будто я объясняю своей бабушке чтобы моя бабушка поняла точно вот клиент тоже должен понимать потому что любая продажа состоится тогда когда человек понимает если он не понимает что это или как этим пользоваться или что это ему даст то скорее всего продажа сойдет на нет то есть продажи не будет конечно же эмпатия клиенту что это такое мы сегодня будем более подробно об этом говорить это интерес к вашему клиенту мне иногда спрашивают ирин невозможно со всеми дружить там проникать какие-то проблемы человека конечно этого и не нужно нужно соблюдать определенную границу и проникать человеку ровно настолько насколько это во первых позволяет сам человек а во вторых чтобы это не переходило на что-то совсем личное да то есть чтобы это было в рамках вашей профессии вашего взаимодействия с клиентом конечно выслушать его нужно а и в то же время нужно уметь задавать вопросы переключать человека с темы на тему для того чтобы вести конструктивный диалог продуктивный и эффективный диалог ведущий к определенным результатом важным для вашего клиента и для вас конечно же потому что когда вы вместе когда вы со своим клиентом один на один когда вы делаете какую-то определенная определенную процедуру вы идете к определенному результату так вот очень важно соблюдать вот эти моменты и конечно же знание продукта вот знание продукта должно быть настолько доскональным чтобы вы могли ответить на любые вопросы вашего покупателя и уметь объяснить ему на простом языке доступном что это означает вот эти моменты нужно обязательно тестировать у себя и проверять как триггерные точки да то есть как такие маркерные точки для себя что у нас делается что у нас хорошо а что можно улучшить таким образом вы уже можете говорить о том чтобы идти встать на путь увеличения ваших продаж и повышение лояльности доверия вашего вашего клиента к вам скажите как у вас по оценке как вы оцениваете свое вот это отношение и персонал допустим своей компании кстати не спросила я вас самом начале галина татьяна ксения пожалуйста отметьте вы кто мне хочется понять с кем я сегодня разговариваю с кем общаюсь косметолог или вы директор салона возможно директор клиники ксения косметолог очень приятно очень много для вас будет сегодня именно тесной работы с клиентом спасибо косметолог менеджер татьяна добрый день косметолог тоже татьяна отлично хорошо так вот помните что вот эти все моменты они очень сильно влияют на ваши конверсии на результаты ваших продаж не на косметолог очень приятно не на так вы можете еще пока я буду переключать слайд написать из каких городов я из санкт-петербурга у нас сегодня солнечно и хорошо надеюсь у вас тоже сегодня хорошая погода сургут череповец была в череповце санкт-петербург татьяна здорово здорово у нас сегодня с вами солнечно ну краснодар так вообще наверное солнечно так вот про солнечно солнечно должно быть и вашему клиенту у вас когда он попадает в ваши руки москва холодно ничего москва мы вас сегодня согреем обязательно обязательно появится солнце итак завершаю да эту тему через персонал понимаем что интерес клиенту должен быть и мы должны демонстрировать абсолютно всеми возможными способами своим взглядом эмоциями жестами улыбками интересом правильными вопросами своим профессионализмом делайте свое доверие строите свое доверие на первую очередь на персонале следующий момент как завоевать доверие конечно же через сервис и я здесь не говорю что нужно перед клиентом стоять на ушах и вытанцовывать перед ним на лесгинку я не знаю что там еще да конечно же нет дело в том что клиент ему много не надо он приходит к нам в наш салон к нам как косметологу как индивидуальному до косметологу тогда когда понимает что он что-то получит взамен на свои деньги да то есть он уже имеет определенную определенное доверие к нам потому что мы уже вызвали у него доверие да если он уже к нам пришел каким-то образом наша задача это доверие закрепить да то есть чтобы она закрепилась в нем и чтобы больше к этому вопросу не возвращаться так вот его ожидание ожидания нашего клиента это и есть ожидание как качество сервиса и люди ожидают совершенно разного а дело в том что вот сервисом на самом деле все гораздо проще нужно просто немножко превысить ожидания своего клиента как помните в известном фильме говорили если на рынке не улыбай ой если в магазине не улыбаются а ты на рынке стой и улыбайся вокзалки двоих замечательная фраза по продажам то есть делай то что клиенту чуть больше понравится почему люди идут на рынок потому что там немножко улыбаться там есть какой-то элемент шоу и так далее то есть люди там что-то чего-то больше получают так вот наша задача конечно же на ушах не стоять там не танцевать перед нашими клиентами елена тоже присоединилась косметолог санкт-петербург очень приятно елена важно чуть-чуть дать клиенту больше чтобы он уходил от нас капельку счастливее и как этот сервис может проявляться элементарная улыбка которой я всегда говорю она абсолютно рабочий инструмент и автоматически увеличивает ваши продажи на 5-10 процентов просто помните это легкая улыбка человеку которая расслабляет которая располагает плюс допустим я по собственному опыту могу сказать когда я посещаю спа салоны или косметический салон салон красоты то для меня такими маленькими элементами является элементарная вещь когда мастер который делает процедуру просто поставил тапочки ровно чтобы я спустилась с кушетки да там или мою обувь то есть он взял и поставил это небольшой жест это не входит какие-то может быть технологические процессы процедуры да но этот маленький жест он способен вызвать у меня положительные эмоции так вот чем больше вот таких маленьких положительных эмоций я буду испытывать тем выше будет мое доверие это может быть просто подать дополнительную салфетку да чтобы человек еще когда вы понимаете когда мы приходим допустим на какие-то процедуры по телу да и мастер использует какие-то гели да специальные гели то после процедуры он обычно это дело все вытирает и зачастую этого недостаточно потому что мастер все равно не может прочувствовать насколько он тщательно это сделал так вот хорошим жестом это дополнительная салфетка которой человек может вытереться к сожалению не все это делают а это такая маленькая деталь которая тоже вызывает положительную реакцию то есть вот все начиная там от предложить стакан воды или чашечку чая или кофе да там до процедуры после процедуры там какие-то фрукты сухофрукты и так далее после процедуры если это какие-то ну такие да спа допустим или еще что то то есть вот такие из таких мелочей складывается доверие и отношение к сервису то есть формируется понимание сервиса вот рада буду услышать от вас дорогие мои какие такие мелочи вы применяете в своей практике для того чтобы повысить вот это ощущение и повысить добавить положительных маленьких эмоций чтобы у человека действительно выросло доверие к вашему продукту к вашей услуге и к вам как к персоналу к вам как специалисту есть такие фишки которые вы используете такие вот мелочи которые повышают качество сервиса в глазах клиента это может быть подарок да небольшой подарок это может быть внимание поздравления с днем рождения это может быть все что угодно вазочку с конфетами очень приятно галин да вот такие мелочи они действительно радуют и когда человек ощущает на себе вот эти вот такие маленькие положительные да уход за руками подарок при уходе лицо уход за руками очень приятно скидочка любовь любовь дает скидочку в мелочь но приятно важно понимать про скидки это отдельный разговор важно понимать что скидки давать просто так клиенту опасно и это может привести к желанию человеком получать все больше и больше скидок поэтому скидку за что-то да при второй процедуре за вторую третью процедуру скажем там да можем давать приятный бонус приятную скидку человеку чтобы сэкономить или воспользоваться накопленными скажем баллами бонусами да что сейчас вводится во многих компаниях это накопление бонусов которые человек может потратить в дальнейшем это хорошо привязывает человека именно к вам люди с удовольствием воспользуются плюс получают что-то приятное для себя не люблю давать скидки лучше дать подарок да скидки нужно нужно быть предельно аккуратными для того чтобы не попасть в зависимость от клиента потому что он будет требовать все больше и больше скидки и еще рассказывать нашим потенциальным будущим клиентам что ага ты там попроси скидку и тебя обязательно дадут что тоже не очень хорошо сказывается на бизнесе да если вы косметолог если вы индивидуальный косметолог и это ваш мини бизнес то конечно же подумайте об этом и так хорошо молодцы я рада что вы тоже используете такие мелочи да это может могут быть вообще одноразовые там тапочки которые вы даете что человеку не нужно с собой там ничего приносить и так далее если это какие-то такие процедуры где человеку нужно раздеваться это чистый халат если человек переодевается да потому что у меня допустим был случай у нас в Санкт-Петербурге я получала процедуру и пришел ну в общем мастер ну во-первых мастер не произвел на меня никакого впечатления да возвращаясь к первому пункту как персонал во-первых он опоздал во-вторых это был молодой человек не славянской внешности я так поняла из разговора потом студент мне вообще когда он рассказывал о продукте я поняла что он продукты не знает в общем ну попала в такую ситуацию которая не очень приятная и доверие у меня упало уже на первом этапе когда я следила с персоналом второй момент когда у меня пошло доверие вниз это когда он предложил мне халат и я видела что он не новый то есть ну такой не очень приятного вида я отказалась от халата и решила что мне достаточно будет той простынина которой я жала чтобы дойти до душа и после процедуры принять душ в общем ситуация складывалась не очень и ну как вы понимаете как думаете вообще я воспользуюсь услугами этой компании еще раз когда-нибудь этой косметической компании или больше туда не пойду если уже два момента повлияли на меня негативно то есть не вызвали у меня положительных реакций хотя процедура проходила правильно с точки зрения ну потому что я еще и знала я сама была подкована я знала чего ожидать от этой процедуры и как это все должно было происходить так ну пока жду ваши ответы да Галина пишет про западню со скидками да это может быть западня здесь просто нужно аккуратно быть не то что скидок вообще не должно быть а скидка должна быть либо уже заложена в продукт то есть вы уже знаете да что она может быть и давать клиенту своему в виде бонуса и обязательно за что-то людям приятнее получать скидки за что-то как вознаграждение да а не как как что-то абсолютно обычное то есть он не будет ее ценить он также будет может обесценивать и саму услугу да то есть вслед за обесцениванием вот этой скидки вот поэтому очень будьте аккуратны ну и конечно же третий момент это через внимание к клиенту что о чем я говорю что это за внимание к клиенту человек должен почувствовать интерес к себе должен почувствовать интерес к своим проблемам к своим запросам к той ситуации которая у него есть сейчас для этого нужно выявлять его потребности и ожидания нет никакого секрета как понять чего человек хочет и чего он ждет нужно просто его спросить да и задавая вопросы мы узнаем его это дает нам возможность общаться с ним на языке его потребностей на языке тех результатов которые он ждет и на языке его ценностей сейчас поподробнее об этом расскажу а это очень важно действительно при продаже услуги при презентации услуги или продукта очень важно понимать каковы же ожидания вашего клиента чего он хочет и почему он этого хочет дело в том что любая любая наша услуга это лишь инструмент достижения результата правда а вот какие результаты ожидает ваш клиент чего он хочет и ради чего вот здесь нужно постараться здесь нужно узнать каковы же мечты у него в голове каковы картинки его будущего каковы картинки тех результатов которые он будет получать что значит выявить потребности это не значит что мы должны устроить нашему клиенту допрос хотя в косметических в сфере бьюти да есть такой момент это анкетирование когда человек заполняет анкету и через анкету мы можем выявить его потребности грамотно составленная анкета снимает очень много работы в живую да то есть человек заполняя анкету может уже очень много о себе рассказать скажите используете ли вы такой прием как составление анкеты для вашего клиента для того чтобы забить ее там себе в базу или вообще иметь представление каковы же потребности не используете есть потребности у человека явные а есть скрытые и часто человек о явных потребностях о скрытых потребностях нам не заявляет ну потому что он о них просто не думает мы можем это услышать в виде жалобы какой-то в виде каких-то сомнений о которых он нам сообщает но это еще не сформированная его потребность которую он хочет получить как результат поэтому вот эта анкета любая анкета составленная вами она дает возможность немножко с этими скрытыми потребностями поработать задавая вопрос человек начинает вернее отвечая на вопрос человек начинает задумываться есть ли у него это сталкивается ли он с этим или нет то есть у него есть время подумать часто на такие вопросы прямые человек не всегда может сразу ответить а вот в анкете есть время подумать это очень комфортный способ выяснить потребности человека как явные так и скрытые пожалуйста используйте ее составьте простую анкету пока человек ждет ему всегда можно ее дать заполнить за это можете давать и подарочек а можете давать какой-то дополнительный бонус или просто человеческое спасибо очень приятно будет узнать ваши какие-то потребности в эту карту клиента отлично хорошо отлично здорово итак ну что давайте поговорим о потребностях это один из ключевых навыков который позволяет вам вызвать и создать доверие у клиента дело в том что мы говорили про эмпатию про интерес к клиенту а как же этот интерес вызывает как же проявлять эту эмпатию конечно же интересоваться человеком наша задача узнать два момента для себя чего человек хочет а точнее три третий я не написала здесь я вам его по секрету скажу итак первый это чего человек хочет да чего хочет ваш клиент это то что у него осознанно есть какая-то явная потребность следующий момент возможен это чего он опасается чего он точно не хочет тоже такой момент может быть он может быть а может и не быть есть люди которые действительно чего-то опасаются чего-то не хотят чтобы было в процедуре допустим болезненность процедуры ну то есть он хочет результата мы это узнаем что он хочет выглядеть и моложе красивее да там на 10 на 15 лет моложе но при этом он не хочет испытывать каких-то дискомфортных ощущений у него низкий болевой порог и он не хочет испытывать боль при процедуре вот это нужно учитывать поэтому когда мы будем подбирать для него комплекс услуг или продукт мы должны понимать что эти два фактора либо они должны соответствовать его ожиданиям или если невозможно избежать каких-то болевых ну просто невозможно мы уже перекрываем вот этот недостаток перекрываем плюсом который он получит здесь нужно будет потерпеть действительно есть некие ощущения возможно даже дискомфортно если у вас низкий болевой порог и в то же время результат того стоит да и мы перевели минус в плюс мы показали какой положительный результат человек получит описали его с точки зрения его потребности и конечно же человек уже решает то есть готов ли он вот этим пожертвовать да то есть мы переводим с минуса на плюс его взгляд его мышление так скажем и третий вопрос который тоже очень важен при выявлении потребностей чтобы сделать нашу презентацию хорошо продающей наша задача понять почему для него это важно да то есть если он говорит только мне чтобы безболезненно то есть наша задача выяснить почему для него важно важен этот момент и он нам скажет что у меня там низкий порог болевой или я или высокий наоборот высокий да высокий именно или допустим он говорит что вы знаете я там где-то получал такую услугу и вот у меня было вот такое то есть мы узнаем причину первопричину и здесь уже мы можем как-то с этим работать если мы знаем что он делал процедуру которая была еще устаревшая сейчас уже новые методики ту процедуру которую вы делаете она кардинально отличается вы можете уже его успокоить и сказать что вот этих моментов не будет поскольку это совершенно новый подход и он абсолютно безболезненный и так далее ну то есть вопрос почему он на самом деле является самым важным в продаже в любых важно два вопроса что для вас важно и самое главное почему это важно для вас поэтому выясняйте разговаривайте со своим клиентом и выясняйте что же он хочет какие его ожидания почему это важно для него и тогда вы сможете выстроить презентацию просто на сто процентов попадающую ну и конечно ключевая фраза которую я хотела до вас донести слушайте задавайте свои вопросы уточняющие какие-то дополнительные вопросы снова слушайте клиента он нам все рассказывает на самом деле вот все что нам нужно для продающей презентации он нам сам дает и только потом рассказывайте не спешите сразу презентовать свой продукт со всех точек зрения насколько он хорош вот во всем абсолютно наша задача удовлетворять потребности клиента его конкретные и если у него есть задача быстро и эффективно подготовиться к встрече выпускников на которой там будет Маша Кузнецова которая там в школе все время была самая красивая я хочу ее затмить да, своей красотой то мы будем давать именно это мы не будем там рассказывать про какие-то еще дополнительные пункции наслаждения которые человек получит и так далее то есть то что ему сейчас в данный момент не нужно мы будем удовлетворять его потребность быстро и эффективно достичь результата чтобы затмить ту как я уже заплодыш как я ее назвала в общем не будем вспоминать вдруг такой человек есть и она будет сейчас и так и так мы слушаем задаем вопросы снова слушаем и только потом на основании этого демонстрируем наш продукт который будет отвечать потребности нашего клиента вот собственно весь секрет продающей презентации да, это внимательно слушать человека задавать правильные вопросы поскольку почему нужно задавать эти вопросы потому что люди покупают мы узнаем так запуталась потому что мы узнаем каких результатов он действительно хочет да, чего он действительно хочет и чего ожидает от процедуры от продукта от нашего который мы пользуемся от нашего взаимодействия с ним люди покупают ведь не сам продукт они покупают те результаты они могут быть материальными эти результаты то есть физическими какими-то да то есть ощутимыми то есть эффект разглаживания морщин скажем да или ваша удел допустим эффект стягивания кожи плюс эмоциональные это то что человек получает это насладиться это порадовать себя и так далее главное понять чего же он действительно хочет потому что люди хотят разного и наша задача презентовать продукт один и тот же продукт но по-разному разным клиентам ну давайте вспомним и подумаем вообще чего же хотят каких результатов хотят ваши клиенты пожалуйста пишите в чат будьте активными чтобы вы там не спали я не вижу насколько вы внимательно слушаете и вовлечены во все это поэтому пожалуйста пишите чего же хотят ваши клиенты давайте вспомним быть моложе лет на 10 конечно безусловно да чем больше возраст тем хочется эту цифру тоже увеличивать да и на 15 на 20 все натянуть да все натянуть завязки за ушами вот вот слушайте очень хорошо Галина прям прям очень хороший пример быстрого лифтинга минус 10 лет за одну процедуру да все хотят быстро все хотят эффективно да чтобы раз и все и помолотел и кстати вот это если люди говорят вам вот так завязки за ушами это хорошая для них метафора будет да которую мы можем использовать которая будет понятна для него и ради которой он будет готов действовать сейчас об этом поговорим здорово спасибо девчата конечно же сохранить или продлить молодость да стать еще красивее и моложе чтобы ей восхищались быть замеченной да если никто не обращает на нее внимание быть успешной если это бизнес леди которая для которой внешность это статус это определенное положение и для нее может быть такой момент быть успешной быть любимой в конце концов этого хотят все побаловать себя порадовать себя избавиться от ухудшений каких-либо да хочу себе завязки за ушами это уже субъективные да причины то что я написала это объективные причины чего хотят многие а вот то что вы написали да завязки за ушами все натянуть это прям субъективная потребность это маркеры которые важны для вашего клиента пожалуйста вы их запоминаете и потом используйте свои презентации они вот так работают это я вам честно говорю и точно и так как же презентовать новый продукт или услугу ну ситуации бывает несколько да если наш клиент уже к нам приходит он уже проявляет к нам лояльность то есть он уже у нас на процедурах один раз или уже несколько раз и он уже в момент процедуры то здесь конечно же если мы что-то делаем очень важно делать до продажи что это значит это значит позаботиться о лучшем результате для нашего клиента и рассказать ему как он может усилить этот результат по своему опыту скажу я очень благодарна мастеру который мне делал лазерную кавитацию которая предложила мне дополнительно еще и lpg массаж который усилил эффект процедуры который сделал эту процедуру более эффективной за более короткий срок да то есть плюс к тому еще я и получила еще массу удовольствия когда это делала но вот эта забота человека забота мастера когда она меня спросила а lpg вы для себя оформили уже на процедуру lpg я ей ответила нет она говорит вы знаете для того чтобы усилить эффект чтобы эффект был лучше хорошо когда после кавитации еще 20 минут lpg то есть это не займет много времени вы получите две процедуры в один приход в салон вам не нужно будет тратить лишнего времени а эффект вы получите в два раза лучше на что я тут же не вынимая телефона из руки не убирая телефон я тут же оплатила не выходя даже из ее кабинета оплатила онлайн и мы тут же приступили после кавитации и к lpg то есть обязательно позаботиться о человеке проявить к нему заботу и показать как он может лучше усилить результат что это может быть на ваших примерах можете мне писать в чат к основной услуге предложить дополнительную которая усиливает эффект или избавляет от каких-то моментов например если клиент сделал лазерную себе шлифовку вы ему сделали процедуру лазерной шлифовки то обязательно предложить ему уходовую процедуру которая либо ускорит реабилитацию либо облегчит да то есть уберет какие-то покраснения может быть ощущение стянутости для того чтобы человеку было еще комфортнее после этой процедуры то есть результат он получит быстрее если будет еще использовать вот эту уходовую если будет делать у вас уходовую процедуру плюс вы всегда можете предложить рекомендовать ему средства да средства домашнего ухода которые тоже позволят достичь вот такого результата помогут либо убрать вот эти неприятные моменты после процедуры если чувствительная кожа после лазерной шлифовки если действительно она такая или ускорить вот этот процесс да процесс заживления который так и иначе происходит на коже итак если допустим что еще можно если допустим вы обслужили клиента да с проблемной кожей у него акне и вы сделали ему определенные процедуры вы также можете ему предложить салонный уход плюс домашние какие-то уходовые вещи да которые усилят этот эффект то есть процедура в салоне это одно а если дома использовать еще косметические средства которые позволят быстрее да с этим эффектом справиться с этой задачей и усилить эффект улучшить эффект вы обязательно предлагаете да для того чтобы человек понимал что он может сделать еще для себя чтобы этот эффект был лучше наша задача именно позаботиться это о клиенте потому что он не разбирается в нашем продукте он и не обязан нам иногда кажется что то что очевидно для нас должно быть очевидно и для клиента то есть ну это же элементарно что есть салонные услуги а есть еще и уходовая косметика да для домашнего использования ну это очевидно для нас плюс это мало то что это не очевидно для нашего клиента может быть он об этом и подозревает но в данный момент времени он просто об этом не подумал не позаботился и вообще никак не соотнес у него может быть мысли заняты другим так вот наша задача просто помогать на разных этапах я помню допустим вот как менеджеры как администраторы упускают продажи в салоне после процедур сама недавно пользовалась ну еще да когда все было открыто пользовалась услугой спа центра и мне было предложено для тайского массажа выбрать определенные масла я выбрала для себя масло его формат прошла процедура меня спросили как вам аромат машине и я рассказала я помогу поделилась эмоциями что тоже очень хорошо делось после процедуры спросить как понравилось Это тоже дает возможность человеку высказать позитивные эмоции и запомнить их, то есть запоминается всегда последнее. Если человек, клиент ваш в конце расскажет, как ему понравилось и что ему понравилось, он это обязательно запомнит, с этой информацией пойдет и будет к вам возвращаться. Так вот, что упустил администратор этого салона, это то, что у него рядом стояла витрина и все эти масла, которые они предлагают для выбора, они были в продаже. Но администратор даже не предложила взглянуть на витрину, даже не предложила что-то еще для меня, чтобы усилить результат после процедуры. Там же делается очищение и делаются всякие разные процедуры для того, чтобы очистить поры, чтобы кожа дышала, чтобы она стала шелковистой, гладкой. Уходовую косметику мне не предложили, мне даже не предложили то масло, которое мне дико понравилось. А я прям высказала дикий восторг, когда его слушала, да, прям не могла нарадоваться, несколько раз это повторила. Так вот, я на тот момент не думала о покупке этого масла, но если бы меня спросили, я бы задумалась, где я его могу использовать. А я могла бы использовать его и дома, да, и наслаждаться, продолжать наслаждаться этим ароматом, продлить вот этот эффект процедуры, ощущений именно дома. Поэтому, конечно же, обязательно нужно предлагать, да, покупателю обратить внимание. Если он приходит, например, на СПА-процедуры для тела, почему бы не предложить ему и для лица, да, лицо – это тоже часть тела. Если уж делать для тела, так хорошо было бы, и для лица тоже сделать, чтобы уже эффект был максимальный, чтобы уж насладиться, так насладиться. Да, уж получить эффект, так получить. Показать человеку, что это займет еще дополнительно, там, какое-то небольшое время, то есть это займет всего, там, 20 или 30 минут, и вы получите двойной эффект, двойной результат. Да, да. И это поспособствует еще большему и лучшему эффекту, который он хотел. Обязательно мы, презентуя новый продукт, обязательно показываем, то есть выполняя услугу, когда человек уже выполняет какую-то услугу у нас, обязательно делаем дополнительную продажу, рекомендуя ему пройти еще что-то. Девчат, скажите, пожалуйста, как вы продаете ли дополнительно в момент услуги, как реагируют ваши клиенты, когда вы сообщаете ему и проявляете вот такую заботу, да, когда вы заботитесь о получении им лучшего результата. Хорошо ли они реагируют? И есть ли у вас прям перечень таких основных услуг и дополнительных услуг? Знаете ли вы, когда и что предложить вашему клиенту? Жду ваших ответов. Ну, я думаю, что наверняка вы знаете. Самое главное – это помнить, что хорошо, что вы знаете. Главное, чтобы об этом знал еще и ваш клиент. Тогда он будет покупать еще больше. Отвечают, что не хотят тратить деньги. Себя чувствует хорошо, и я тоже. Видите, смотрите, вот надо посмотреть. Я почему вас спросила? Потому что предполагала, что может быть вот такой ответ. Клиент говорит, что не хочет тратить деньги. Вот, как рекомендовать, чтобы она не была навязчивой? Римма, отлично, по-разному. Да, в домашний уход, конечно же, предлагаем. А здесь очень важно соблюсти определенные правила. Да, по-разному. Многие думают, что навязывают и закажут себе дешевле в интернете. Ну, с интернетом я согласна. Здесь такое возражение, да, которое нужно просто отработать. То, что реагирует, по-разному нужно смотреть, почему реагирует. И вы сейчас, я думаю, что в следующих этапах нашей презентации вы уже найдете ответы на свои вопросы. Если не найдете, я вас потом спрошу, и мы об этом поговорим. Ладно, пусть это будут как вопросы для конца нашей встречи. Итак, мы с вами поговорили, что обязательно нужно позаботиться о человеке и показать ему, как этот эффект можно усилить или улучшить. Это док-продажи. А вот как же презентовать новый продукт или услугу? Ну, совершенно новый, да, то есть не соприкасается. Отлично. Хорошо. Итак, что за технику я предлагаю сегодня рассмотреть? Эта техника называется Spin. Возможно, вы ее слышали, если как-то интересовались процессом продажи. Автор этой техники, Нил Рекхам, он более 12 лет изучал самые успешные правила, приемы и опыт, да, опыт успешных людей, опыт успешных продажников. И выделил для себя 4 группы вопросов, которые позволяют нам, общаясь с нашим клиентом, сформировать у него потребность, если эта потребность была неосознанная, неявная. Да, то есть про явные потребности все понятно. Мы спросили, какого результата человек хочет, и он нам четко заявляет. Я хочу, чтобы это было быстро и эффективно, да, чтобы завтра уже минус 10 лет. Вот он четко нам объяснил, какой результат он ждет. Есть еще неосознанные потребности, о которых мы говорили. Они часто либо вообще не произносятся нашим клиентам, или они произносятся, но в формате жалобы какой-то, да, человек на что-то жалуется, или сомнений. И это очень хорошо. Помните, когда мы приходим к врачу, к любому врачу, есть такое шуточное, да, высказывание врача. Жалуйтесь, да, то есть для чего это врач говорит? Для того, чтобы понимать, какие скрытые моменты у человека есть, которые он пришел решить. Потому что прямым текстом пациент не может никогда сказать, что мне нужно то-то, 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 и чтобы это было вот так-то, вот так-то, вот так-то. Зачастую нет. Зачастую через жалобы или сомнения. Так же и ваши клиенты поступают правильно, когда они вам начинают, что, жаловаться на свою кожу, что и уголки уже потекли, да, и лицо поехало вниз, да, там, и так далее. То есть, ну, на какие-то и глаза уже не такие счастливые и радостные, когда смотрю на себя в зеркало, да, то есть на что-то они вам жалуются. Это и есть скрытые потребности. Это говорит о том, что человек именно это хочет изменить к лучшему, хочет поменять, чтобы это было лучше. Так вот, наша задача – выяснять вот эти скрытые потребности и понимать, что же действительно он хочет. Техника SPIN нам в этом поможет. Я сейчас расскажу, что это. SPIN – это начальные буквы, группы вопросов, которыми мы будем с вами сегодня пользоваться. Итак, это ситуационные вопросы, проблемные, извлекающие и направляющие. В эту последнюю группу еще входят резюмирующие или нагнетающие, так скажем, вопросы, которыми тоже пользуются при продаже услуг. Да, давайте рассмотрим прям по группам. Что это такое? Ситуационные вопросы – это обычно, ну, вот рассказывайте, да, вот, или как врач говорит, ну, жалуйтесь, давайте, рассказывайте, что у вас там. И вот человек нам начинает о своей ситуации что-то рассказывать. То есть наша задача с помощью этих вопросов понять, вот, что у него сейчас, да, вот, ну, вот. Это начальная точка отправления, вот, точка А, где он сейчас находится. То есть это могут быть вопросы, какие процедуры проходите сейчас у нас, как прошли ли полный курс или там нет, а где проходили, да, тоже такой важный вопрос. Что за процедуры проходили, какие процедуры сейчас делаете, какой косметикой пользуетесь дома для того, чтобы, да, каких-то эффектов достигать и так далее. То есть вот наша задача понять его отправную точку, да, с чем он к нам пришел, кто он такой, этот наш пациент. Здесь же вопросы могут быть про возраст, про состояние кожи там и так далее. Ну, то есть все-все-все, что мы у него можем выяснить. Следующая группа вопросов – это проблемные. Очень хорошие вопросы, поскольку они позволяют узнать, какие проблемы мы с помощью наших услуг или наших продуктов будем решать, собственно. И профессионалы задают очень хорошие проблемные вопросы для того, чтобы выводить вот эту информацию, чтобы понять, что мы будем решать. Допустим, если человек говорит, клиент говорит, что он делает процедуру, и мы спрашиваем, как эффект, он нам что-то рассказывает про этот эффект. Или ему нравится, или он недостаточно доволен эффектом, да, то есть хочет каких-то улучшений. То есть наша задача – услышать это от него, то есть заставить его говорить об этом. Допустим, мы знаем, что он там любит делать какие-то определенные процедуры, он нам это рассказал только что. Мы его можем спросить, что же он получает благодаря этой процедуре. И здесь как раз-таки человек нам раскроется и обозначит то важное, ради чего он это делает. Мы это все можем использовать потом в продающей презентации, презентовать ему свои продукты и услуги именно с этой точки зрения. Если, допустим, говорит, что делает какую-то процедуру, или, допустим, да, он слышал о процедуре салона такой, но он это делает, допустим, дома, да, там что-то, какую-то тоже чистку у нас, например, и вы его спрашиваете, насколько этого эффекта хватает. И вот здесь вы тоже можете узнать моменты, насколько он доволен тем, что пользуется дома, то есть в салоне он не хочет тратить денег, окей, делает это дома. Хорошо, здорово. А насколько этого эффекта хватает? А каким бы вы хотели, чтобы этот эффект был насколько длинным, да, насколько продолжительным? Вопрос, есть ли какие-то моменты, которые вам бы хотелось исправить? Тоже хороший проблемный вопрос. Или такое прощупывание, да, вот последний вопрос, а бывает ли такое, что после домашней процедуры покраснение, или, допустим, бывает ли такое, что после вот этого у вас вот такая вот появляется там ощущение стянутости или дискомфорта или еще чего-то. Да, то есть вы, зная, ну, вы как профессионал знаете, с какими проблемами он, в принципе, может столкнуться, используя ту или иную процедуру или используя ту или иную косметику, или используя тот или иной какой-то механическое воздействие, да, на свою кожу. То есть, зная это, вы всегда можете прощупать. А бывает ли такое у вас? То же самое здесь и про интернет. Если человек вам заявляет, что в интернете может посмотреть дешевле, тоже хороший проблемный вопрос. А бывало такое, что заказали в интернете, а получили совсем не то, да, допустим, или, а можете ли вы быть уверены в том, что действительно через интернет это действительно подлинная косметика? Вы всегда можете задать этот вопрос, и он тоже натолкнет человека на мысли, что, ну, да, вполне возможно, что нет. После этого ваша презентация о том, что купить у вас всегда выгоднее, даже несмотря на то, что цена немножко выше, чем в интернете, да, это возможно. В принципе, это нормально. Зато вы здесь получаете стопроцентную гарантию качества. А это все-таки на лицо наносится, да, чаще всего, или на тело. Это чаще всего здоровье, да, поэтому, может быть, есть смысл перестраховаться и купить уже в салоне проверенное, чем заказывать в интернете, и неизвестно, что там придет внутри. То есть вот через проблемный вопрос всегда можно перейти к презентации, да, и закрыть возражения. Следующая группа вопросов – это извлекающие. Извлекающие вопросы – это из разряда, ну, расскажите поподробнее, пожалуйста, почему эти вопросы важны? Во-первых, они позволяют нам заранее предотвратить возражения, которые могут быть у человека. Это действительно так работает. Когда человек нам рассказывает поподробнее или рассказывает, как это отражается на его жизни, как это отражается на его коже, да, там, то, что он пользуется дома, например, использует какую-то там определенную линейку косметики, вы спрашиваете, как эффект? Ну, не очень их, да, допустим, там, ну, хотелось бы лучше. А что вас не устраивает? Ну, почему не очень-то, если вдруг человек жалуется? Самое важное, зная, что он использует нашу линейку, не задавать таких вопросов, да, это мы задаем тогда, потому что мы знаем, что он использует что-то другое, да, и мы точно знаем, что наше лучшее, то есть в этом случае. И он нам начинает рассказывать, что, ну, вот, там, ощущения там какие-то, может быть, дискомфортные, или еще что-то, или, может быть, покраснение, опять же, те же, или, может быть, эффект быстро уходит, да, то есть после процедуры сделал, вроде бы, эффект есть, все на лицо, да, на лице, а через два дня уже эффекта как будто не бывало, а делать можно, там, скажем, там, раз в полторы-две недели. То есть вот этими извлекающими вопросами мы помогаем клиенту нашему осознать, что то, что он использует сейчас, для него, оказывается, недостаточно хорошо, но мы его не переубеждаем в этом, да, то есть мы не говорим, что, ой, знаете, то, что вы используете, это плохо. Нет, мы ему не говорим. Мы его спрашиваем, а как ваши ощущения, а насколько хватает эффекта? Угу, поняла, и дальше следующая группа направляющих вопросов. А хотелось бы, чтобы эффект был дольше? Мы просто задаем вопрос. Человек говорит, конечно, хотелось бы, да, или вы хотите избавиться, чтобы вот таких вот ощущений не было, я правильно понимаю, да, хочу. И вот здесь потребность его действительно становится осознанной и явной. Именно тогда и происходит продажа, да, то есть тогда нам легко продавать, когда у человека потребность осознанная. Именно техника скин позволяет нам эту осознанность в человеке выработать, помочь ему осознать свою потребность. Поэтому задавайте больше проблемных, извлекающих вопросов, не стесняйтесь этих вопросов, люди с удовольствием любят рассказывать о себе. Конечно, иногда нужно потренироваться. В простом виде, в сокращенном виде это выглядит так. Ну, рассказывайте, как у вас дела, да? Это так, чтобы вам такая схема была. Ага, так, и как часто такое бывает? То есть проблемы, да, какие-то слышим. Ага, что, покраснение? Угу, шелушение, стянутый? Угу. А как часто такое бывает? Это только после использования этого или еще в каких-то ситуациях? Да, то есть мы помогаем ему проблемы эти озвучить. Дальше спрашиваем, как это отражается на коже? Как часто такое бывает? Как вы решаете этот вопрос, да? Как вы справляетесь с этой задачей? Говорит, что там еще что-то для себя, там еще какие-то косметические. Если вы понимаете, что здесь деньги уходят, можете спросить, что денег, наверное, уходит прилично так, да, чтобы это потом восстановить. И хороший вопрос, почему это важно. Если человек нам четко заявляет, чего он хочет, извлекающим вопросом здесь будет, почему это важно для вас. Это единственный момент, который важен. Или есть еще что-то. Вот эти вопросы тоже позволяют нам узнать больше клиента, да, то есть чтобы он нам раскрылся. Именно для чего мы это делаем? Для того, чтобы понять его, как мы и выстроить для себя стратегию, как мы будем презентовать ему продукт или услугу. Вот эта цепочка вопросов позволяет вам это быстро сделать. Пожалуйста, подключитесь ко мне, здорово, и скажите, понятно ли все вам, вот эта цепочка, что она вам напоминает. И вообще используйте, вопросов не хватало. Ксения, отлично, хорошо. Скажите, нашли ли для себя, да, какие-то вопросы ценные и понятно ли вам вот этот алгоритм? Он простой на самом деле. Техника спин, она очень гибкая. Это не значит, что мы там посадили клиента и начали ему задавать кучу вопросов, как на допросе. Нет, конечно. Это общение, это диалог с клиентом. И услышав о какой-то проблеме или жалобе, мы просто вокруг этой проблемы и жалобы немножко больше поговорили. Будем практиковать. Здорово. Супер. Да, выбирайте любую проблематику, с которой сталкивается ваш клиент, да, или которую озвучивает ваш клиент. И попробуйте вокруг нее такую рисовать ромашку из вопросов. То есть такой вопрос. А как часто? И что вы при этом испытываете? Так, неприятно, да. Ага. Расскажите поподробнее, как это проявляется. В каких случаях? Только так? Или может быть вот, а вот такое бывает? Угу. Так, хорошо. То есть хотелось бы и направляющий, да. То есть хотелось, чтобы от этого всего избавиться. То есть улучшить результат. И будет двое теперь и так далее. Да, то есть вы резюмируете, подвигаете направляющими вопросами человека уже к решению, что вот-вот, сейчас я тебе расскажу, как это сделать, да, с помощью нашего продукта или нашей услуги. Отлично, Ксения. Для чего мы задаем вопросы? Для того, чтобы услышать важное для клиента. То, что он нам говорит, любые слова, даже про завязку за ушами, это его маркеры. Это то, что очень важно и понятно для него. Поэтому, если вы используете в своей презентации маркеры именно своего клиента, вы быстрее приходите с ним к цели. Если же вы меняете его маркеры на какие-то свои, начинаете рассказывать это какими-то другими словами, а то еще хуже, если научными какими-то терминами, да, своими специфическими, то для человека это становится не очень понятно, поэтому он может это пропустить мимо ушей и сказать, вы знаете, все хорошо, но вот только денег тратить не хочу. Потому что ему просто может быть непонятно, какой результат он действительно получит, как это ценно и важно для него именно. Не просто, в общем, а именно для него. Поэтому презентовать продукт тоже нужно правильно. Ну и после всех этих вопросов, да, спин-техники, вы уже переходите непосредственно к презентации. Давайте я вам расскажу, как мы с вами можем этого достичь. Можете через вы, а можете использовать такую теорию заговора. Как мы с вами можем этого достичь, да. Это тоже уже проекция действий, человек уже с вами заодно. Это тоже очень хорошо, хороший прием в продаже. Ну и как же непосредственно презентовать продукт через результаты. Вот очень часто бывает ошибкой продавца, ну того, кто продает услугу, да, это врач-косметолог или это администратор, или это продавец в магазине, там, я не знаю, да, где угодно. Ошибка заключается в том, что он, человек-профессионал, очень хорошо знает свой продукт, он влюблен в него, он знает все его там свойства и качества прелестные, да, замечательные, и начинает рассказывать человеку про сам продукт и не фокусирует внимание клиента на тех результатах, которые он получит. Мы же для чего задавали вопросы, да, у клиента? Для того, чтобы понять, на какие вот эти маркеры мы будем давить, с помощью чего мы сможем ему продать. Он нам эти ключики к себе, да, я маркеру еще называю ключами, он нам их дает, вот отвечая на вопросы. И ошибка заключается наше в том иногда, что мы их не используем. Мы пробуем подобрать ему какие-то свои особые золотые ключи, которые не открывают его дверь, которые не работают. Поэтому очень важно услышать человека, запомнить то, что он говорил, и потом в презентации это использовать. Ну, например, допустим, если вы задавали вопрос и понимаете, что решить задачу человека, задачу вашего клиента может быть, может процедура кислородного насыщения, да, и вы рассказываете, вот давайте я вам расскажу, как мы можем с вами поступить, что мы можем с вами сделать, да, для того, чтобы вы получили этот результат. Я вам расскажу про процедуру кислородом насыщения. Она включает в себя неофасциальный, извините, что я так долго выговариваю, это не очень привычное для меня слово, неофасциальный массаж. За счет этого вы получаете, то есть вы такую связку, мостик выстроили, за счет этого вы получаете мгновенное насыщение кожи кислородом, уйдут все признаки вашей усталости, да, о которой нам только что говорил человек, и кожа будет ваша выглядеть сияющей, да, и мы смотрим на эмоции клиента. Или если не видим эмоции, спрашиваем, что скажете, да, в конце вот этот вопрос может быть. То есть если мы в своей презентации используем именно те слова, которые нам только что говорил человек, клиент наш, он говорил, что у него, ну все уже, появляются первые признаки, да, там какого-то старения, или, допустим, он недавно только с отпуска, а уже лицо выглядит уставшим, да, то есть мы эти слова, усталость, или, допустим, уже там кожа, да, потеряла свое какое-то такое сияние, да, если мы услышали от него эти слова, или мы понимаем, что он этого хочет, хочется, чтобы вот вау, чтобы все засияло и так далее. Обязательно используйте эти слова в презентации. Не надо давать ему ничего лишнего. Нужно дать ему ровно то, что он хочет для себя получить. Поэтому вот этот аргумент будет рабочим, будет эффективным и попадающим в цель, если действительно человеку это нужно. Следующий аргумент, например, может быть, а также эта процедура хороша тем, что активные компоненты и специальные техники проведения процедуры выводят все накопившиеся токсины и уменьшают застойные какие-то явления, которые характерны, да, вот в наших условиях. В результате ваша кожа будет выглядеть молодой, а ваше лицо отдохнувшим. Здесь еще можно использовать метафору, как будто вы только что вернулись с Мальдив, да, то есть откуда-то с отдыха, то есть получили там или провели 21 день в санатории в полном релаксе, да, то есть какой-то метафор можно еще добавить и усилить этот эффект. И смотреть на реакцию. Если человек действительно, это было важно, чтобы лицо было отдохнувшим, что он заботится о своем лице и для нее это важно, да, для вашего клиента, то этот аргумент будет рабочим. И еще с помощью инновационной маски с технологией двойной матрицы на последнем этапе процедуры, которую мы будем использовать, вы получите эффект укрепления защитных механизмов кожи и усилите ее способность противостоять агрессивным факторам окружающей среды. Это хороший будет аргумент, если вы только что услышали, что человек в каких-то агрессивных условиях среды, возможно, работает много в офисе, за компьютером, где какие-то лампы, да, или наоборот, проводит много времени, там, скажем, на улице, да, там, я не знаю, ну, при каких-то определенных условиях. То есть если мы понимаем, что он с вредными факторами, и он нам об этом рассказал, то очень важно тоже это подчеркнуть и показать ему, как он с помощью этой процедуры сможет восстановиться, даже несмотря на то, что приходится работать в этих условиях, да, в агрессивных условиях среды. Ну и вообще, в принципе, наши предпогодные условия, это всегда тоже можно, но об этом нужно поговорить с человеком, чтобы он был готов к этой презентации, да, то есть как-то поспрашивать или рассказать, что да, и еще и вся погодная вот эта, все погодные или агрессивные среда, эти выхлопы, которыми мы дышим, которые оседают у нас на коже, да, и запечатываются там глубоко, тоже можно это, этот аргумент будет хорошо работать, если мы об этом только что поговорим с клиентом. И еще вы получите незабываемое ощущение от массажа, от воздействия косметики на кожу и от удивительных ароматов этой линии. Вы получите истинное наслаждение, как будто побываете в СПА-центре, да, как будто проведете там курс СПА-терапии, да, ароматерапии. То есть это заменит вам ароматерапию. Тоже можно об этом сказать, если это действительно важно для вашего клиента. То есть обратите внимание, я везде указываю на то, что результат, который вы описываете, он должен соответствовать тем важным моментам, которые важны для вашего клиента, который вы только что спросили. Когда мы это делаем, когда мы выяснили и даем это в презентации, то мы не тратим много сил и энергии. Мы попадаем точно в цель. Клиент чувствует, что это действительно то, что ему нужно, а не навязывание ненужного. И соглашается покупать быстрее, да, соглашается на услугу быстрее, когда он видит, что это дали ему именно то, что он хочет. Я всем привожу пример простой, элементарный. Когда я, ну, буквально, да, вот недавно приходила в наш известный питерский магазин косметики, и мне нужен был, у меня очень сильно стала сохнуть кожа рук, и мне очень важно было, чтобы крем хорошо, да, увлажнял мою кожу, чтобы мне не нужно было в течение дня этим кремом пользоваться, чтобы вот я утром намазалась, мне очень важно, чтобы он хорошо увлажнял. И еще для меня был важный фактор, это чтобы он не быстро впитывался, не оставлял следов там на замшевых сумках или там на какой-то одежде, да. Я сама обозначила эти параметры для продавца, на что продавец меня выслушал, поняла, посмотрела на руки, взглянула, да, поняла, повела меня к крему и начала мне рассказывать. Обратите внимание вот на этот крем, известной марки такой-то, компания давно зарекомендовала себя на рынке, поэтому вы можете быть уверены в качестве, все компоненты гипоаллергены, поэтому вы можете быть уверены, что это не вызовет никаких аллергических реакций на вашей коже, и смотрит на меня. Как вы думаете, какая у меня была реакция? Вот напишите, пожалуйста, какая была бы ваша реакция, если бы мне предлагали, если бы вам предлагали на ваш запрос вот такую, вот такой аргумент, да, вот такую пользу? Не вижу пока ваших ответов. Моя реакция была недоумение. Думаю, интересно, у меня никаких не втирают этот крем. Да, да, а, понятно, вот, 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 да. Это как раз про то, когда, вот где грань паривания, да, там, втюхивания, и где грань профессиональной продажи. Это когда мы выяснили потребность человека и даем ему первым делом то, что он хочет. Я бы не стала брать, мне этот крем не нужен. Правильно, Евгения? И я тоже, я смотрела на нее с недоумением. Но я продолжала слушать, потому что я доверяла Брэмбу, да, этого, и все-таки мне, да, это не соответствовало потребностям. Все верно, вы абсолютно правы. Следующий был аргумент такой, что в состав этого крема входит там что-то, что-то, да, она мне там назвала, я уже не могу вспомнить, что именно, потому что для человека это не важно. Не важно там что, важно, какой результат он получит. Что крем очень хорошо будет, хорошо питать вашу кожу, будет восстанавливать там на глубокой там генерации клеток, тра-та-та-та-та, поэтому ваши руки будут всегда красивыми и молодыми. Красивыми и молодыми. Так, ну, какая была бы ваша реакция на такой аргумент? Сохранит молодость ваших рук, там что-то вот такое вот, да, было. Этот крем позволит вам сохранить молодость ваших рук. Я стояла, мне уже как-то было интересно, то, что про молодость это тоже не по теме. Да, но все равно вот это сомнение у меня тоже точно так же, как и у вас, Евгения, оно было. Вроде молодость, это, конечно, хорошо, но это не то, что я хочу, понимаете? Нетерпеливый клиент развернулся бы уже и ушел, потому что это не соответствует. Он бы пошел искать себе другого продавца, спрашивать у кого-то, потому что с этим уже все некомфортно, доверие падает, да. Человек не услышал то, что ему сказал клиент, и дает ему совершенно другое, неподходящее. Это какие-то общие фразы, да. И после третьего аргумента я уже начала интересоваться, поскольку он звучал следующим образом, что в состав входит масло ЖЖВА, да, это позволит вам увлажнить кожу рук и на 24, на 12 часов, да, то есть вам не нужно будет в течение дня мазать, то есть тут равно мазали, и уже даже через 20 минут можете даже мыть посуду. Он не будет, то есть он будет сохранять этот эффект увлажнения. Как вам такой результат, как вам такой аргумент? Вот этот аргумент уже у меня откликнулся, да, и еще был следующий момент, то есть и когда она вспомнила в конце, что я запросила, чтобы он не оставлял следы, она сказала, кстати, он очень быстро впитывается, буквально пару минут, вот, да, вам только пока вы еще прийти руки, он уже впитывается, и вы можете быть спокойны, что не оставите следок на своей одежде или на сумочке. Уже хоть немножко, видишь, откликается. Ага, все так говорят. Ну, смотрите, если очень важно здесь понимать, что то, что мы услышали от нашего клиента, его словами, пусть это даже нам будет казаться как-то непонятно, зачем ему это надо, и вообще, если он так говорит, значит, для него это важно. Если вам непонятно зачем, поинтересуйтесь, зачем, чтобы глубже понять его. Это проявит, таким образом вы проявите уважение к нему, ему будет комфортнее, это повысит уровень доверия к вам, и тогда вы уж с презентацией точно не прогадаете. Поэтому наша задача выяснить и дать человеку именно то, что он хочет. Если этих аргументов будет недостаточно, сверху вы можете дать еще какие-то аргументы, или спросите еще, что важно для вас при выборе, да, там, или при получении услуги, то это, то это. Когда мы это знаем, мы уже точно и прицельно даем презентацию, а не образно. Вот в этом и есть отличие, девчат. Кто спрашивал, где грань паривания и действительно заботы о клиенте и продажи того, чего ему нужно, продажи тех результатов, вот она грань, нужно узнать, чего хочет, и дать ему именно это, его же словами, да, то есть продемонстрировать. Как выстраивать аргументацию, вот вам, пожалуйста, пример. Вы описываете какое-то свойство услуги, делаете связку, мостик, за счет этого вы получаете и называете результат, который человек получает. Результат озвучивать лучше в конце, а не наоборот, сначала результат, а потом про свойства. В продажах работает, все еще работает принцип «запоминается последнее». Поэтому мы говорим про результат именно в конце. Свойства, связка, результат. И смотрим за реакцией. Если реакцию не понимаем, спрашиваем, что скажете, или как вам это, или что думаете по этому поводу. Получаем обратную связь от человека. Это тоже очень важно, чтобы человек нам вот эти какие-то свои обратные связи давал. Если они положительные, это всегда позитивно сказывается на продаже. Так, ну что, понятно вам, девчат, как выстраивается аргументация, грамотная, на основании чего? На основании результатов, понятно, отлично. На основании результатов, а еще используем маркеры, да, слова, вот ключики такие, помните, да, крем должен увлажнять и не оставлять, долго увлажнять в течение дня, и не оставлять следов на одежде, на сумке. Да, вот они, ключи были ко мне. Точно так же и ваши клиенты. Говорят вам, хочу завязочки за ушами. Вы в презентации обязательно так скажите, и эффект будет именно как будто у вас завязочки за ушами, да, как будто мы их с вами подкрутим, и все. И мгновенный результат. Ну, конечно же. Да, запись, я думаю, будет сохраняться. А потом к администраторам обратитесь, да, к Елене. Обратитесь, вам пришли в запись. Итак, ну что, едем дальше с вами. Обязательно следите за реакциями. Я уже только что сказала. Если не хватает, вы спрашиваете. Ваша задача – получать эти микро, да, чтобы прийти к большому, да, к покупке. С чего же начать презентацию по телефону? Да, при встрече есть вербалика, да, то есть есть взгляды, вернее, вербальные-невербальные методы, да, воздействия на клиента. Есть возможность улыбнуться, есть возможность посмотреть в глаза, есть возможность жестами что-то показать и так далее. То по телефону это сложнее. Но очень важно помнить, что голос у нас остается по телефону, улыбка передается по телефону. Поэтому если вы разговариваете по телефону, по какой-либо причине звоните, я прям ставлю для себя зеркальце. Если у меня продажа идет по телефону или переговору, я ставлю для себя зеркальце и не забываю улыбаться. Ну, несложно это делать, потому что я это делаю очень часто. Ну, а если мы склонны к тому, чтобы улыбку забыть, то нужно себе об этом напоминать. Поэтому помните, что голос – это инструмент вашей продажи. Мы говорили с вами на прошлой встрече, что очень важно за этим следить. Голос должен быть по телефону чуть громче и чуть радостнее. Да, вот чуть-чуть. Не надо там смеяться в трубку телефонную, что тоже бывает делают неумелые специалисты, и это вызывает только отторжение. То есть должна быть легкая улыбка человеку, голос становится приятнее, комфортнее для слушателя и чуть-чуть громче, потому что телефон крадет. Ну и темп речи должен быть таким, чтобы человек успевал усвоить вашу информацию. Не должно быть слишком быстрый темп речи и слишком медленный, когда он может подумать, что мы тянем его время. То есть надо очень четко понимать, что время сейчас – это основной и главный ресурс, который не хочется тратить. Время все начали ценить еще с большей силой, чем это было раньше. Поэтому помним об этом. Ну и, конечно, начать нужно с правильного приветствия. Что это значит? Я вам прямо сейчас дам некий скрипт, которым вы можете пользоваться, который поможет вам избежать каких-то неправильных моментов. В первую очередь, ну, про голос и про улыбку я уже сказала. Это первым делом. То есть настроиться надо на телефонный звонок. Нужно понимать, что мы как будто калибруем свой голос. Нужно исключить слова-паразиты. Слова-паразиты. Точнее, я хотела сказать слова-беспокойство, а вылетела слова-паразит, потому что услышала за собой «э-э». Это тоже моя точка роста. Нужно от этого избавляться. Есть такие слова-беспокойство. То есть когда мы звоним и говорим, это вас беспокоит, там, салон какой-то, или «здравствуйте, это Елена вас беспокоит». Так вот эти слова-беспокойство, их лучше убрать, потому что когда мы начинаем с этого, значит, человек уже морально подготовлен, что что-то будет, ну, не очень приятное. То есть на подсознательном уровне. Этого нужно избежать. Поэтому любые слова-беспокойство мы исключаем. И тем самым еще и время сокращаем нашего разговора, для того, чтобы человеку, клиенту нашему было комфортно, чтобы мы его время экономили. Так вот, скрипт выглядит приблизительно так. Имя называем клиента, «добрый день», «улыбочка», когда интонация на «добрый день», она как будто пошла вверх. «Елена, добрый день», да, вот это кверху пошла интонация. «Рада вас приветствовать». Или, допустим, давно у нас не были, да, там можно сказать, или «рада», просто можно сказать «рада приветствовать». Обозначили, кто это. Потому что для человека, когда он получает телефонный звонок, важно понимать, с кем он говорит. Быстро сказали, что это салон такой-то. Главное, чтобы он услышал это название. Часто бывает так, что название просто съедается. И у человека начинается отрицательная реакция. Какой-какой, опять плохо слышу, это раздражает. Поэтому избавляйтесь от этого. Хорошо произнесите салон такой-то. Или, допустим, это администратор салона такого-то. Или косметолог такая-то, да. Если у вас не салон, если вы индивидуальный косметолог, это, там, Татьяна, звоню вам. То есть это Татьяна, косметолог ваш, да, помните. Ну, можно даже в конце спросить, помните, если давно вдруг он у вас не был, да. Если прям не был давно, тогда помните, будет логично. Если недавно был, то, конечно же, он помнит. Это ваш косметолог, Татьяна. Добрый день. Дальше обязательно нужно обозначить причину вашего звонка. Это должно быть очень коротко. То есть и подготовлено заранее. Вы должны четко понимать еще до того, как возьмете трубку, по какому поводу вы звоните. Что это может быть? Вы можете поинтересоваться, как прошла адаптация, да, там, после процедуры, как себя чувствует. Вы можете сообщить новость человеку о введении какой-то новой услуги, там, еще о чем-то. Вы можете поблагодарить его за что-то. Он, например, оставил отзыв у вас на страничке в Инстаграм, и вы звоните лично, его поблагодарите. Это всегда работает лучше, да, чем даже написать. Плюс это повод пообщаться дальше. Вы звоните ему рассказать, да, о чем-то, узнать или пригласить на какую-то новую программу. Допустим, на программу антиоксиндантного там, да, какого-то процесса. И в конце вы спрашиваете, уделите пару минут, позволите. Обычно, какая бывает здесь ошибка? У вас не найдется пара минут, да, вот это с отрицанием, вопрос с отрицанием. У вас не будет пара минут? Или не уделите мне? Нет, то есть мы, с одной стороны, как бы прогибаемся под клиента, получается, и еще и начинаем с «не», то есть провоцируем его ответить нам «нет». Подсознательно, да, так устроен наш мозг. Поэтому лучше спросить, уделите пару минут, или вы позволите там рассказать вам про новую услугу. После того, как человек сказал «да, конечно, хорошо», вы переходите или, ну, в зависимости от контекста, да, от той цели, которую вы выбрали для себя как повод. Если вы звоните рассказать про новую услугу, то вы ему можете рассказывать сразу. Если, допустим, поблагодарить, то, конечно же, благодарите. А если, допустим, вы решили пригласить его на новую услугу, скажем, то здесь подойдет вот следующий вариант. Имя обязательно называть. Обратите внимание, что имя мы используем как минимум три раза в нашем разговоре в начале, в середине и обязательно в конце. Вы спрашиваете, вы же у нас делали вот такие-то процедуры, вот такую-то, да, вот недавно вы там проходили такую-то программу, правильно? Да. Я помню, что вы рассказывали, что эффект вам понравился, так? Да. То есть, ну, человек должен вам подтвердить, что действительно эффект вам понравился. или, допустим, вы можете спросить, как вам нравится эффект, который, или спросить, какого эффекта вам удалось достичь, вот, ну, какие его ощущения. Важно, чтобы человек нам... Ну, естественно, мы звоним в первую очередь, понимая, что человек остался доволен нашей процедурой, да, то есть, если мы звоним только поинтересоваться, как протекает его реабилитация, да, после какой-то процедуры восстановления или там какой эффект, то это одно дело. А когда мы уже звоним предлагать новую услугу для него, конечно же, хорошо бы уже заручиться тем, что ему понравилось. Вот, поэтому мы задаем такие вопросы, чтобы получить вот эти микрода. А дальше мы привязываем новую услугу к тому, что он делал. Вот прям узелками как будто бы, да, мы берем тот опыт, который он у нас уже получил, и которым доволен, и говорим, что отлично, значит, и новая услуга, называем ее название, вам обязательно понравится. Слышали уже про нее или еще нет? Допустим, если слышал, отлично, хорошо. А если не слышал, давайте, хотите, я расскажу? Если человек говорит, что да, конечно, расскажите, мы привязываем уже к нему, да, то есть эта услуга специально для тех, и так, как вы мне говорили, да, что ведете карточки своих клиентов, вы точно знаете, что это за клиент. Да, ну и работая с клиентом какое-то долгое время, вы тоже уже знаете, что это за клиент. Допустим, если это женщина, которая любит доставить себе удовольствие, да, то есть делает процедуру для удовольствия, вы знаете, что, ну, она любит себя побаловать, порадовать, а это услуга как раз для тех, то вы привязываете, что это услуга как раз для тех женщин, которые любят себя побаловать и порадовать. Это ей сильно откликнется. Если вы знаете, что клиентка ваша любит жизнь, она активная такая, у нее активная жизненная позиция, для нее прям вот, ну, вот знаете, вот все новое очень ценно, то вы можете обозначить, что это как раз для тех женщин, которые любят все новое, которые ценят жизнь и вообще стремятся получить вот кайф от каждого мгновения этой жизни. Прям даже так, привязываете к человеку, а дальше рассказываете про услугу, что у этой услуги или у этого продукта есть главные преимущества. Их может быть два, их может быть три или четыре, как, допустим, да, в разных случаях. Я вам обозначила про три на примере, да, то есть первое преимущество, вы обозначаете свойство, да, какой-то услуги и переводите в результате, которого вы получаете и даете ей результат. Помните, что важно говорить на языке этого клиента не в целом, а именно этого, да, каких результатов будет получать именно этот клиент. Для этого нужно помнить, какие результаты для него были важны, или вот в начале нашего диалога, когда мы спрашивали, какой эффект вам вы получили, насколько довольны, мы тоже из этих слов уже можем понять, ради чего человек купит. Дальше второе преимущество – это вам даст то-то, то-то, то-то. Здорово, правда? Получаем одобрение. И третье преимущество заключается в том-то, в том-то. В результате вы будете выглядеть там или получите то удовольствие, которое всегда оцениваете в наших услугах. Как вам это? Да, то есть мы задаем вопрос. И, конечно, если мы все сделали правильно, если мы знаем, зачем мы звоним, мы понимаем, кто перед нами, какой наш клиент и чего он действительно хочет, то наша презентация будет очень короткой и очень прицельно попадающей. И, конечно же, в большинстве случаев вы услышите одобрение. После этого обязательно, вот в чем заключается продающая презентация, от просто какой-то консультации. Вот если посмотреть на предыдущий слайд, то это просто консультация. Мы рассказали про услуги и показали, каких результатов человек получит. А вот продающая презентация, у нее есть еще и заключительный шаг – это закрытие, завершение процесса. И завершать этот процесс всегда должны мы, когда мы продаем. То есть ответственность за результат лежит на нас, поэтому мы начинаем процесс, мы позвонили, мы его и заканчиваем. А завершающая фраза может быть следующая. Это может быть или вопрос, или призыв какой-то к действию. Хотите побаловать себя? Или давайте я вас запишу на удобное для вас время, да, вы сами убедитесь в удивительном эффекте этой процедуры. И даем возможность человеку принять решение. Если вдруг он молчит одобрительно, значит, спрашиваем, когда вам удобно, на какой день вас записать. То есть и предлагаем какие-то варианты. Человеку всегда легче, если он выбирает между чем-то и чем-то, особенно если сам быстро не отвечает на вопрос. Вот такой вот простой скрипт, простые этапы, продающие презентации по телефону. Как использовать телефон в качестве инструмента для продажи, для общения с вашим клиентом и для продажи каких-то новых услуг. Девчат, скажите, пожалуйста, дайте обратную связь, все ли понятно. Есть ли, может быть, какие-то вопросы по телефонам именно, телефонной продажи. Евгения, спасибо. Так, хорошо, да, понятно, здорово. Как я радуюсь, когда все понятно. Но если есть вопросы, вы тоже их задавайте, да, это тоже очень правильно, очень доступно. Благодарю, Ксения. Ну и второй момент – презентация при встрече. Да, тоже такой момент очень важный. Если о доп-продажах мы с вами поговорили, что обязательно в процессе, в момент осуществления одной услуги вы сообщаете человеку, что есть возможность продлить еще эффект. И спрашиваете, хотели бы продлить эффект или усилить эффект. После ответа «да, хотел бы», «да, это было бы для меня интересно», вы демонстрируете ему, говорите ему аргументы, которые покажут, какой результат он получит, да, за счет чего и какой результат он получит. Тогда это будет не навязывание, он не просто лежит, а мы ему тут рассказываем, рассказываем, рассказываем. Вот это ощущение будет навязывание. Он лежит, расслабляется, а мы тут ему сверху даем какую-то, ну, непонятно, нужную или ненужную для него информацию. Наша задача – делать это все максимально комфортно и для себя, и для него. Поэтому не перегружайте человека ненужной информацией, спросите, хотел ли бы он усилить эффект. Если хотел бы, вот как раз рассказывайте. Или рассказывайте на примере своих клиентов, что тоже очень хорошо работает, что вместе с этим часто обычно, ну, помните же, да, в интернет-магазине высвечивается такая табличка, что с этим покупают еще что-то, с этим покупают еще что-то. Вот используйте этот тоже прием. Поэтому расскажите, что вот с этой процедурой ваши клиентки заказывают еще вот это, вот это, для того, чтобы получить вот такой результат. Если вы точно знаете, какого результата хочет и этот клиент, то вы всегда угадаете, и ваша история будет очень-очень в тему. Итак, как же начать презентацию при встрече? Ну, первое – это, конечно же, нужно дать человеку возможность расслабиться. Если к вам клиент приходит в каком-то напряжении, в стрессе, недоволен своим внешним видом, а часто это так, да, то есть люди, женщины недовольны, они хотят лучшего результата, а в зеркале видят не то, что хотят увидеть. Поэтому очень важно улыбнуть клиента на этом этапе. Я это так называю. Улыбните его, успокойтесь, скажите, все хорошо, все решим, давайте посмотрим с вами, да, вот такими успокаивающими словами очень хорошо это сделать. Плюс можно же просто там сделать комплимент человеку, сумка у нее красивая, скажу, какая у вас сумка, то есть переключить немножко внимание. Или, допустим, с прошлой процедуры вы видите, как состояние улучшилось. Подметьте это с профессиональной точки зрения. Вот посмотрите, прямо пишите, что вот посмотрите, как у вас улучшилось состояние. Я же помню, у вас было вот так, а сейчас у вас вот так. Посмотрите, потому что человек, каждый день видя себя в зеркале, он, конечно же, может не видеть эффекта. Вы же со стороны человек, да, видевший его при последней встрече и вот сейчас, конечно же, это все можете подчеркнуть. Очень важно, чтобы комплимент был искренний, чтобы он позволил человеку расслабиться и почувствовать себя не гадким утюдком, там, я не знаю, не чудовищем, да, а именно принцессой. А все остальное можно исправить, это же все исправляемо. Поэтому расслабьте человека, дайте ему почувствовать себя комфортно с вами, в теплых, надежных, уверенных руках, да, то есть вот это ощущение должно передаться вашему клиенту. Просто с простого диалога, с комплимента, с чего угодно. Можно начать диалог. Главное, чтобы расслабить человека. Конечно же, дальше используйте технику спин, выявление вопросов. Когда человек вам начинает на что-то жаловаться, цепляетесь за это, спрашиваете, уточняете, ага, подробней, а когда это проявляется, а как это проявляется, и как это вам мешает, а какого бы результата вы бы хотели, то есть вам бы хотелось от этого избавиться. Вот она, техника спин, я ее быстренько, да, вам сейчас продемонстрировала, все группы вопросов. То есть это диалог, но диалог выстраиваемый по определенной структуре, ведущей к результату. То есть вы задаете специальные вопросы, чтобы потом человека подвести уже непосредственно к презентации, отвечающей его потребностям. После того, как вы выявили ключевые моменты, которые важны для человека, вы понимаете, почему это важно для него, вы можете ему продемонстрировать одно или два решения. Отлично, я поняла, давайте я вам покажу, или давайте с вами посмотрим, да, помните про теорию заговора, что мы можем с вами сделать в этом случае, как мы можем достичь с вами вот этого, этого результата. Рассказываете, даете здесь презентацию, презентуете продукт, услугу, непосредственно с учетом его маркеров, и даете ему только те результаты, которые ему нужны. То есть закрываете четко его потребности, не давайте ничего лишнего, да, если вам понадобится дополнительный аргумент, какой-нибудь хороший, вы его используете, но в конце для человека важно при принятии решения, чтобы у него были вот эти внутренние положительные реакции. Помните, как я вам рассказывала про свой пример, когда я выбирала крем, да, эти реакции были изначально отрицательные на всю аргументацию клиента, и я могла бы 10 раз развернуться и уйти, будь я придирчивый покупатель, не такой лояльный, да, какой я была в тот момент, я бы ушла, я это четко отследила за собой. Поэтому очень важно давать клиенту только то, что он действительно хочет, в первую очередь. Ну и, конечно же, используйте метафоры и примеры ваших клиентов. Когда вы рассказываете про услугу, обязательно рисуйте картинки в голове у ваших клиентов. Зачастую это женщины ведь у вас. А мы так привыкли картинками красивыми, обо всем думать, мечтать и так далее. И вообще человек мыслит картинками и восприятие информации картинками лучше. Да, поэтому используйте этот инструмент. Метафоры. Вот как будто бы для кого-то метафора, как будто у вас там что-то, да, подкрутили ролики, захорюшали. Ну, хорошо, используйте его. Если, допустим, ощущение, как будто вы после 21-дневного отдыха в санатории, да, в самом там крутом санатории Израиля, я не знаю, там, где побывали, да, или там очищение кожи настолько глубокое, что вы перестанете ощущать тело, как будто вы облако, да, парящее в небе, там, я не знаю, какие угодно, придумывайте метафоры, чтобы они были приятны и созвучны вашим клиентам, да, чтобы они воспринимались положительно. Ну, и, конечно, опыт ваших клиентов тоже очень хорошо использовать. Здесь только важно учесть некоторые моменты, что о том опыте, о котором вы рассказываете, человек, ваш клиент, которому вы рассказываете, он должен в этом опыте себя узнать. Если вы, допустим, клиент, молодая девушка, да, там, скажем, 27 лет, пришла сделать определенные процедуры, и вы ей будете рассказывать историю, как женщина, там, 43 лет, вот, вчера была и делала такую же процедуру, осталась довольна, здесь произойдет диссонанс. Эта девушка поймет, что эта процедура, ну, наверное, не для нее, хотя даже если эта процедура действительно и для нее тоже хороша. Поэтому будьте внимательны, главный герой, о котором вы рассказываете, должен быть очень сильно похож на того, кому вы рассказываете. Человек должен себя в этом узнать, прям почувствовать, что это как будто он, плюс, когда вы рассказываете, их история должна чем-то быть похожей, проблематика, да, там, кожи, ситуация похожая, возможно, образ жизни похожий, она тоже любит путешествовать, или она тоже офисный работник, она тоже новая семья за компьютером, у нее тоже такие же моменты есть, да, связанные с кожей и так далее. Ну, то есть человек должен себя узнать. Плюс, конечно же, должен быть счастливый конец, то есть должна быть фея, это вы, да, с вашими процедурами и вашей косметикой, и, конечно же, счастливый конец, что она сделала, и очень довольна. И там, допустим, если вы звонили ей, и тоже выясняли, что результат, какой результат, то есть показать ей, что она действительно получит нужный результат. Ну, и, конечно же, завершайте процесс, да, процесс завершаем или вопросом, хотите, давайте попробуем, или призывем к действию, давайте я запишу вас на удобное для вас время, или давайте попробуем с вами, и вы сможете сами убедиться, насколько это эффективный и хороший результат будет для вас. То есть мы всегда завершаем процесс, не только начинаем его, но и завершаем. Помните, что это все в наших руках. И есть еще такой прием, называется он «Четыре шага». Я рекомендую его использовать, только быть очень-очень аккуратным, что этот прием, он будет эффективным и доверительным только в том случае, если мы выявили потребности человека, да, и помогаем решить ему именно его задачи, именно его потребности. Как выглядит этот шаг, его часто используют, только иногда его используют как давление и манипуляция, как возможность продать ненужное совершенно, да, его использовать, к сожалению. А вот когда мы выявляем потребности, четко понимаем, чего человек хочет, тогда этот прием очень-очень эффективный и комфортный и для покупателя, для нашего клиента, и для нас. Когда вы описываете, что это за прием? Когда вы выслушали человека или, допустим, увидели ситуацию, его там связанную с кожей, да, и вы ему показываете, что сейчас у вас вот так, и прям очень хорошо даже рисовать, вы этот прием наверняка знаете, да, визуализации, когда вы рисуете прям человеку, показываете, что происходит с его кожей сейчас, в данный момент. Сейчас у вас вот так, но есть некоторые нюансы, да, так или иначе ситуация будет приводить или развиваться следующим образом. Вы показываете ему, что будет, то есть какие ухудшения могут быть. Поэтому, чтобы этого избежать, я рекомендую вам и предлагаете здесь на выбор одно или две услуги, да, то есть какими вариантами вы можете использовать, ну, что вы можете порекомендовать. Или комплекс, да, вы рекомендуете уходовый, салонный уход плюс домашний уход. В результате вы, это позволит вам избавиться от вот этих ухудшений, предотвратить их, да, то есть и продлить молодость, красоту, здоровье вашей кожи. И в конце обязательно вопрос или призыв к действию. Обязательно заканчивайте. Или что скажете? Хотите? Или давайте я запишу вас на удобное время, и мы уже завтра, там, скажем, можем начать, да, или сегодня уже можем начать. И вы уже сегодня сможете начать получать вот этот результат, этот эффект, да. И в конце вопрос. Как вам? То есть чтобы это было без давления, мы обязательно поинтересуемся мнением вашего клиента. Итак, ну что, дорогие мои, на этом, на этом моя часть завершена. Все, что я вам хотела, я вам сегодня дала. Как презентовать новый продукт, мы с вами разобрали, да, в разных условиях презентовать его во время выполнения какой-то процедуры, да, как доп. продажи, или совершенно новую услугу, когда клиент был у вас какое-то время назад, это можно сделать и по телефону, и при личной встрече. С помощью техники SPIN вы можете всегда выявить потребности и презентовать услугу, продукт, именно на, основанный на его потребностях и на его ожиданиях, на его ценностях, да. Это будет очень ценным и полезным для него. Тогда это не будет как тюхивание, впаривание и так далее. Ну и мы с вами поговорили сегодня, как вызывать доверие. Вот как раз через свое отношение, через свой внешний вид, вербальные и невербальные инструменты и через внимание к человеку, то есть выявление потребностей именно его. И дать ему только то, что ему действительно нужно. Это и будет вызывать доверие у вашего клиента. Если все понятно, то хорошо. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Татьяна, спасибо большое. Елена, спасибо. Людмила, очень приятно, что ваши благодарности. Если есть какие-то вопросы, я вот помню, что был вопрос про интернет, да. Я могу ответить, если вам интересно, что я об этом думаю. Это ваш инстаграм. Да, это мой инстаграм. Шашина про, добавляйтесь, будем дружить. Да, хорошо. Про интернет скажите, интересно, или оставим это для следующих встреч каких-то. Да, интересно, да. Так вот, что делать нам с интернетом? Интересно. Давайте разберу, потому что нехорошо, если вы уйдете, а вопрос не закрытый. Зная, что люди покупают в интернете, это нормально, да. Наверняка, каждая из вас тоже пользуется этим инструментом и что-то для себя покупают в интернете. Даже используем такой прием. Пойдем в магазин, что-то посмотрим, да, а потом заказываем в интернете. Да, это можно. И какая-то часть людей все равно будут покупать в интернете. Это факт. От этого уж нельзя никак отмахиваться, так оно и будет. Но вот использовать попытку продать здесь и сейчас, это на нашей ответственности. Поэтому чем больше вы будете делать этих попыток продавать здесь и сейчас, тем больше вы продаж будете иметь. Какая-то часть будет все равно уходить. По статистике, 30% наших клиентов все равно будут покупать в интернете. Да, тех, кому мы предлагаем, да, уходовую косметику там или еще что-то, да, для домашнего пользования. Так вот, вы всегда можете предотвратить возражения ваших клиентов, зная, что чаще всего с этим сталкиваетесь. Поэтому, когда вы выявили потребность человека, вы понимаете, ради чего он вообще, в принципе, покупает. Когда вы привязали эту уходовую косметику для домашнего использования к той процедуре, которую вы делаете сейчас, да, то есть вот вы делаете сейчас процедуру, чтобы усилить эффект или чтобы продлить эффект, или, допустим, чтобы избавиться от каких-то моментов после самой процедуры, да, чтобы помочь своей коже быстрее восстановиться, пройти вот этот реабилитационный период, вы объясняете, что есть уходовая косметика, которая с помощью таких-то, таких-то свойств помогает достичь вот этого эффекта, усилить его или улучшить, да, то есть какой результат человек получит. Если вы видите, что реакция человека неодобрительная, да, он может вам открыто сказать, слушайте, я посмотрю в интернете или просто скажет, ну, я подумаю. Вы можете прямо озвучивать, конечно, подумайте. Некоторые думают, что... И прямо говорите, проговаривайте. Некоторые думают, что такую косметику можно купить в интернете. На самом деле, конечно, можно, можно купить, можно заказать. Здесь вопрос лишь в том, что приходит там, да, во флаконах. То есть где гарантия того, что это действительно то, что я вам рекомендую, да. То есть здесь я могу точно отвечать, что это будет вам хорошим результатом, это поможет вам достичь вот такого результата или избавиться от чего-то. А то, что продается в интернете, к сожалению, я не могу нести никакой гарантии, поэтому ответственность уже ложится на вас. И задаете вопрос человеку, ну что, возьмете, то есть сейчас, то есть завершайте этот процесс. Когда это выстроено в правильную логическую цепочку, вы продемонстрировали потребность, то есть результат, что я работаю над стычком, да, сейчас скажу. Вы продемонстрировали результат, вы продемонстрировали возможность избежать при покупке через интернет каких-то непонятных ситуаций. Вы прямо можете спросить, вы знаете, а вы, ну бывало такое, что вы заказывали в интернете, и вдруг что-то пришло не так, или, ну вот, не соответствовало вашему ожиданию. У меня, допустим, такое бывает. Или вы можете рассказать про опыт ваших клиентов, что вы знаете, некоторые наши клиенты заказывают похожее в интернете, и, к сожалению, потом жалуются. За эту косметику. Есть сертификаты, я напрямую работаю с поставщиком. А в интернете, ну что мы там покупаем? Обычно, ну, все равно гарантии стопроцентных никто не даст. Поэтому вот такие примеры можете рассказывать. И в конце обязательно. Ну так что, возьмете, да, то есть берете, или, допустим, возьмете один флакон, или сразу двое, можно таким завершением, да, закрыть, если понимаете, что для процедуры, возможно, человеку понадобится не один, да, там, флакон, скажем, а два. Ну, я так, уже образно, да, я не знаю, какое там, что вы можете предлагать. Поэтому вот такие варианты можно использовать. И, конечно же, конечно же, по факту цены, да, люди для чего уходят в интернет? Для того, чтобы посмотреть дешевле. Вы также это можете озвучивать прямо. Люди иногда думают, что в интернете они там купят дешевле, да, и тут же даете аргументацию, что я сама работаю с поставщиком напрямую и закупаю хорошие объемы, поэтому у меня хорошие с ними условия, и вы можете быть уверены, что со мной вы не переплачиваете, да, что здесь у нас действительно проверенные цены, что вы не переплачиваете. Да, Ирина. Да, или надпись на 100 рублей дешевле. Ну, я предлагаю такую же цену. Да, можно и такой вариант, да, выбрать, что если найдете цену подешевле, я вам, да, сделаю такую же, ну, можно как вариант, да, не всем это подходит, а как вариант можно. Так, я уже просто тоже вышла в эфир, прошу прощения. Предлагаю надпись на 100 рублей ниже. Очень хорошо, когда вы сами владеете информацией о стоимости, да, тогда вы точно будете знать, что отвечать. Если вдруг вы не знаете, какова же стоимость у ваших конкурентов, да, так скажем, в интернете, у других поставщиков, то, конечно же, вы можете плавать, поэтому заручите здесь информацию, посмотрите эту информацию для себя, сколько стоит, насколько дешевле, или установите сразу стоимость, да, такую, которая будет устраивать клиента, если часто сталкиваетесь, так, не подключилась, У нас просто следующий вебинар сейчас, через 10 минут, начинается. К сожалению, у нас очень много вебинаров, или, к счастью, у нас очень много вебинаров, поэтому вопросов много. Коллеги мои, пожалуйста, пишите вопросы. Конечно, мы все разберем, Ирине отправим, но хочу напомнить, что в июне у нас намечен следующий вебинар с Ириной, это работа с возражениями, да, точную тему и дату мы обязательно вам напишем, поэтому это не последняя встреча наша с Ириной, и я еще хотела с Ириной договориться о прямом эфире в нашем Инстаграме, надеюсь, что мы с вами тоже сможем выйти в Инстаграм и ответить вживую, да, на вопросы, думаю, что это очень интересный формат, поэтому очень такая животрепещущая тема, я вижу, что все очень активно участвуют, это радостно, вот, но, наверное, уже нам надо завершать. Да, все, спасибо огромное вам за внимание, за ваше участие, за интерес к процессу продажи, ну, тогда не прощайтесь. Да, спасибо большое, Ирина, за позитивное такое настроение, несмотря на то, что солнце, ну, в общем, в моем районе Санкт-Петербурга уже ушло, но было как-то так тепло, очень позитивно с вами, вот, поэтому, надеюсь, обязательно мы встретимся, очень полезный был вебинар, открыли мы секреты правильной продающей презентации, вот, а хочу напомнить, что на этой неделе у нас 21 числа намечен вебинар, как правильно организовать продающее пространство, мы расскажем вам про мерчендайзинг в салоне и возможности бренда Жермен де Капучини. У нас очень много материалов, которые позволят вам организовать это пространство и в кабинете косметолога, и в настойке администратора, да, мы расскажем все свои секреты, вам выдадим. На следующей неделе у нас тоже вебинар про секреты, секреты успешного контента мы вам расскажем, это Анна Ипатова, диджитал-директор, расскажет про онлайн-продвижение, как мы готовим контент, каким образом мы его выкладываем, где для разных инструментов, для разных онлайн-продвижения каналов. Поэтому, пожалуйста, следите за расписанием наших вебинаров на сайте Жермен де Капучини. Ссылки все будут. Хочу напомнить, что в апреле у нас уже прошло два вебинара, один с Ириной. Мы рассказывали про то, как сделать аудит своей системы продаж, кто ваш клиент, как посмотреть, кто и кто у вас продает, главное решить. Поэтому обязательно пишите нам, мы вам пришлем ссылку.